Будущие супруги Войтенко познакомились в городе Салават, республике Башкортостан, в конце 70-х годов. Молодые люди вместе тренировались. Увлечение спортом и стало тем мостиком, что свёл двух людей вместе. Не знаю, как любовь с первого взгляда, но Сергей Петрович меня конкретно добивался. Потихоньку всех отодвигал, и так получилось, что рядом больше никого не осталось. После окончания учёбы и армии в 1982 году молодожёнов по распределению отправили в Ангарск. Именно этот город стал для семьи родным. Здесь они родили и воспитали троих сыновей, пятерых внуков. И все без исключения спортивные и подтянутые. Лёша старший сын, но он как бы, когда маленький был, он не любил это делать совсем, потому что мы его в первом классе поставили на лыжи, он немножко во дворе прокатился, снял их, бросил и больше не вставал. И потом, как бы потихоньку, это, наверное, начиная где-то в 2001 год, начали потихоньку так подкататься, он как-то заинтересовался. И буквально мы два года с ним, я с ним поработал, и он на марафоне выполнил норматив кандидата в мастера спорта. К слову, ни Сергей, ни Надежда Институт физической культуры и спорта не заканчивали. Супруги долгое время работали на АНХК. Сергей Петрович за свою жизнь испробовал профессию слесаря-предпринимателя и даже был водителем междугороднего автобуса «Ангарск-Иркутск». Большую часть жизни лыжи были для них лишь хобби. А сегодня это работа не только для супругов, но и для их младшего сына. Михаил тренирует самых маленьких ребят. Я веду свою жизнь, да, как вел, чему меня учат родители, учили родители. Я с детства ходил на легкую атлетику и на волейбол, то есть поменял много видов спорта. Но остановился я почему-то именно на лыжных гонках, потому что характер проявляется тут не тем, что ходишь постоянно на тренировку, а больше, наверное, тем, что выходишь в любую погоду и круглый год. Сегодня семейный подряд Войтенко тренирует более 40 маленьких лыжников. Их воспитанники с честью защищают Ангарск на областных и всероссийских соревнованиях. Гордость за своих сыновей и внуков, за воспитанников, которые добиваются побед, а также любовь друг к другу – вот то главное, что сумели пронести сквозь года супруги Войтенко. Хорошие отношения. Не могу ничего сказать. Я бы, наверное, пожелала очень многим такие отношения через 35 лет совместной жизни, потому что у нас молодежь сейчас считает, что уже у них 5 лет – это уже стаж, а если они год там подружили, то это вообще почти подвиг. Поэтому нормальные, хорошие отношения. Евгения Шильникова, Дмитрий Новопашин. Местное время.